электрический хаммер продемонстрировал свои новые возможности ford показала 2000 сильный электрический фургон super one fatbike базальт способен превратиться в мощную мобильную электростанцию экзоскелет с имитацией мышц поможет справиться с травмами конечностей все эти темы мы обсудим подробнее далее меня зовут андрей вы на канале in starting новости досмотрите это видео до конца я желаю вам приятного просмотра поехали корпорация general motors пытается сохранять за семейством хаймер репутацию машин с хорошим внедорожным потенциалом даже после его перевода на электротягу и так называемая походка краба является лишь частью специфического арсенала пневматическая подвеска в режиме экстракт мод позволяет увеличить дорожный просвет до внушительных 404 миллиметров чтобы преодолеть наиболее серьезные участки трассы со сложным рельефом владельцы примерно 100 электромобилей семейства хаймер и ви которые уже отгружены клиентом получат доступ к функции экстракт мод через программное обновление по воздуху лишь некоторым экземплярам пикапов и внедорожников потребуется визит на фирменный сервис для дополнительной настройки датчика высоты кузова в дальнейшем все выпускаемые внедорожники оснащенные регулируемой пневмоподвеской будут изначально поддерживать режим экстракт мод на фестивале скорости в английском гудвуде ford продемонстрировала тюнингованную версию электрического фургона и transit кастом машина которая после вмешательства мастеров почти перестала напоминать фургон получила четыре электродвигателя суммарная мощность которых составляет 2000 лошадиных сил источником энергии для ford super one служит блок аккумуляторов емкостью 50 киловатт часов оборудованный системой жидкостного охлаждения а его полная зарядка занимает всего 45 минут компания не уточнила какой запас хода обеспечивает этот источник питания в данном случае этот показатель не имеет особого значения зато известно что машина разгоняется до 100 километров в час менее чем за две секунды в серийное производство ford super one конечно не поступит компания подготовила только единственный демонстрационный экземпляр и в перспективе будет использовать его в тестировании различных технологий которые окажутся полезными для гоночных или серийных машин этому поспособствует комплект сенсоров установленных на различные узлы машины данные с них в реальном времени транслируются инженером стартап из калифорнии маквилл байкс представил на indiegogo необычный электробайк базальт который благодаря интегрированным в него аккумулятору и инвертору может превращаться в передвижную электростанцию задняя ступица базальт соединена с 750 ваттным двигателем и создает крутящий момент в 90 ньютон на метр что позволяет велосипедистам преодолевать уклоны в 25 градусов и разгоняться до 45 километров в час в наклонной раме расположен аккумулятор емкостью 960 ватт-часов гарантирующий 130 километровый пробег в комплекте базальт имеется также инвертор который крепится к подсидельной стойке во время стоянки подключив его к батарее можно обеспечить питанием различные мобильные устройства с помощью портов usb-c и type-a по словам инженеров маквилл энергетических возможностей электробайка должно хватить на работу 500 ваттной кофеварки в течение 1 часа 15 минут 900 ваттной печи гриль на 45 минут 60 ваттного холодильника на 15 часов и 60 ваттного телевизора на 13 часов ходовая часть представлена массивными колесами с 4 дюймовыми шинами устойчивыми к проколам и условиям пересеченной местности алюминиевая рама способна выдержать вес более 180 килограмм контроль за техническим состоянием электробайка осуществляется с помощью расположенного на руле светодиодного дисплея базальт уже можно заказать на indiegogo внеся залог в 1800 долларов случае успеха компании поставки могут начаться уже в августе исследователи из федерального института технологии в цюрихе разработали устройство для терапии пациентов с травмами рук которым требуется восстанавливать работоспособность мускулатуры устройство получила название маю щит она моделирует работу сухожилий и принимает на себя часть нагрузки при выполнении упражнений она напоминает в работе экзоскелет но в отличие от него не наделяет человека дополнительной силой или выносливостью устройство состоит из жилета манжет на руки системы тросов мотора и набора датчиков датчики считывают движение тела человека и активирует мотор который подтягивает трос и заставляет руку сгибаться или разгибаться пациенты с мышечной дистрофии при помощи этого устройства сумели выполнить на 60 процентов больше упражнений чем без него в настоящее время экзоскелет весит более 4 килограммов он громоздки и не слишком удобные разработчики обещают выпустить более компактную версию но это уже вторичная задача компания amazon делает ставку на роботов в качестве складских работников новая модель робота рабочего под названием протез должна совершить нечто вроде революции стать первым автономным роботом который сможет работать в одном помещении с людьми без каких-либо ограничений главная проблема эксплуатации складских роботов высокий риск травматизма окружающих отсюда вытекает негласный стандарт роботов запирает в огражденной зоне без допуска туда людей во избежание травм робот протез создавался для решения этой задачи и как уверяет его создатели он максимально безопасен для людей для этого пришлось пожертвовать функциональностью робот умеет перемещать только go-karts огромные и тяжелые клетки с грузом причем с небольшой скоростью робот светит перед собой лучом яркого зеленого света хорошо заметным при любом освещении и если человек пересекает луч робот немедленно останавливается во избежание столкновения спасибо большое что досмотрели это видео до конца обязательно поставьте ему лайк если оно вам понравилось подпишитесь на наш канал нажмите колокольчик и напишите свое мнение в комментариях еще больше полезной информации вы найдете на наших полезных ресурсах ссылки я оставлю в описании на этом я с вами прощаюсь с вами был андрей канал инстар динг новости не переключайтесь до скорых встреч а